Где окажется так называемый Бандеровский интернационал? Дмитрий Евстафьев на РТ за 6 февраля 2024 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить Сергея, Михаила и Ирину за многолетние регулярные денежные переводы в поддержку моей работы, а также неизвестного и Андрея Александровича за финансовую поддержку моих каналов. Огромное сердечное спасибо. А остальным напоминаю, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента лайками, репостами, комментариями более пяти слов. Спасибо за понимание. Поехали. Изъятие службой госбезопасности Грузии 14 кг взрывчатки С4, перевозимой в аккумуляторах от электромобилей из Одессы в Воронеж для терактов, закономерно стало важнейшим событием минувших дней. Здесь дело не в том, что одним из организаторов операции был грузинский политик, близкий к партии Зеленского Андрей Шарашидзе, и даже не в том, что часть взрывчатки вполне могла осесть в Грузии, например, для дестабилизации ситуации в ходе парламентских выборов в октябре 2024 года, на которые у сил все-таки рассчитывающих развернуть Тбилиси в сторону прямой конфронтации с Россией, есть свои планы. Помимо крайне показательного факта существования разветвленной преступной группы, занимающейся контрабандой оружия и боеприпасов, состоящей из граждан различных стран, выявившейся ситуации есть две предсказуемые, но разнонаправленные составляющие, отражающие изменившийся контекст вокруг конфликта на Украине. 1. Киевский режим, терпя поражение на поле боя, переходит к ведению борьбы против России террористическими методами, фактически бравирует готовностью к терроризму, удары по гражданским объектам Белгорода, Донецка и Лисичанска, сорванная попытка организации покушения на одного из руководителей Крыма, свидетельство того, что никаких сдерживающих факторов для террористической, по сути, деятельности, в том числе и со стороны Запада, Киев не видит. И участие в организации террористической цепочки, пресеченной силовиками Грузии, человека из партии Зеленского подтверждает, что поводов стесняться у Киева больше нет. Это, конечно, свидетельствует о политической агонии режима в Киеве, но одновременно говорит о том, что этот режим в своей агонии опасен не только для России. 2. Даже не вполне дружественно настроенные к России режимы не готовы солидаризироваться с террористическими методами, к которым все больше и больше прибегает Киев. И дело тут не только в моральной составляющей, хотя и этот элемент присутствует. Власть Тбилиси едва ли можно считать дружественной Москве, но она задумывается, что надо будет делать для благополучия своей страны условно послезавтра. И все же главным фактором для Тбилиси являются опасения втягивания в конфликт, даже в качестве территорий для транзитотерроризма. На будущее было бы неплохо в дальнейшем оговорить юридический статус государств-транзитеров террористической активности и их ответственность. Что до стран коллективного Запада, молчаливо санкционирующих террористическую активность Киева, то им стоит помнить свою же недавнюю историю. Борясь против советских войск в Афганистане, 35-ю годовщину окончания вывода которых мы будем отмечать, Запад опирался на афганский интернационал исламских радикалов и добивался определенных успехов. Но уже вскоре, после распада СССР, афганский интернационал, значимым членом которого был Усама бен Ладен, нашел врага на Западе. Сперва покусывая американцев в Сомали, потом нанося болезненные удары, как в Кении и Танзании, создавая давление на американские интересы по всему Ближнему Востоку и на Балканах. Ну а события сентября 2001 года в США известны всем. Бумеранг международного терроризма вернулся к тем, кто его запустил. Вряд ли расширение использования террористических методов поможет Киеву переломить ситуацию на фронтах. И после окончательного краха, уничтожающего собственный народ режима, созданный при благословении Запада террористический бандеровский интернационал, окажется не где-то далеко в Африке, Афганистане или на Ближнем Востоке, а внутри самого Запада. Здравомыслящим людям, вне зависимости от политических взглядов, это вполне очевидно. Режим Зеленского стал уже даже не токсичным, а заразным, чтобы оказывать ему даже косвенную поддержку. Но, увы, политики Запада утратили даже остатки здравомыслия. Дмитрий Евстафьев, где окажется бандеровский интернационал?